Вадим Васин, герой рубрики «Слыхали на Урале», посвященный 75-летию Уральского электрохимического комбината и 70-летию города, яркий пример того, как профессионализм сочетается с увлеченностью. Накануне мой коллега Кирилл Пантелеев встретился с Вадимом Васиным, чтобы узнать больше о его жизни и работе на комбинате. Вадим Васин родился в Пермской области, переехал в Новоуральск вместе с родителями, которые тоже работали на комбинате. Город стал для него родным. Он окончил радиотехнический факультет, не думая о работе на комбинате. Но после окончания вуза жизненный путь привел его на Уральский электрохимический комбинат. Потом был маленький перерыв, я был в армии, а после этого вернулся назад в СТП и потом перешел в цех уже прям по профессии, по той, в которой я учился, чему в принципе Нисухан и рад. И, собственно говоря, с того 96-го года я не менял профессии, так и тружусь. Цех 54, потом метрологическая служба, ну и все в одном и том же месте. Выполняя ту же самую функцию основную, так сказать, это моя любимая работа, это факт. Вадим Валентинович считает, что коллектив это основа комфортной работы. Ему повезло с коллегами, которые стали для него примером профессионализма и любви к делу. Он перенял у них опыт и отношения к работе, которые теперь старается передать молодым коллегам. Работа в метрологической службе приносит ему удовольствие, а коллектив, по его словам, просто замечательный. Вадим Валентинович также с гордостью вспоминает о том, как они с коллегами создали тур-клуб предприятия, став его родоначальниками. Я отвечал за велосекцию, так сказать, там было очень много молодых людей туда пришло. Мы поднимали этот клуб, так сказать, там приобретали снаряжение, ходили в походы, вот занимались этой организацией. Вот, были велопутешествия шикарные сделанные, на Байкал ездили, и здесь изучали Урал, на главный Уральский хребет ходили. Вот, очень много находит на сплавы людей, ну это одно из увлечений. Вот, и вот создается такая, как бы, комфортная среда работы, обитания. И мы очень часто заполняем какие-нибудь анкеты, и там всегда есть такой вопрос, насколько комфортно вот сочетание личного и рабочего, так сказать. Вот, для меня оно комфортно здесь. Не знаю, как бы было на других предприятиях, но здесь мне комфортно. Вадим Валентинович всю жизнь провел на Урале. Он считает, что пропитан духом этого края. И это чувство усиливается при каждой поездке по его родным местам. Любовь к путешествиям он унаследовал от отца, который и по сей день неравнодушен к открытиям новых горизонтов. Урал богат красотами, которые невозможно обойти стороной. Одно из моих увлечений – это спортивное ориентирование, что позволяет легко прямо изучать Урал, поскольку соревнования проходят во всевозможных уголках нашего Урала, чаще всего. Ну, это выходные с палатками, ну и в таком вот величии. Поэтому мне нравятся горы, то есть все горные регионы Урала я посетил, посмотрел, прошел. Вадим Васин подчеркивает важность разнообразного отдыха, который включает как активные, так и пассивные формы. Он считает, что отдых не должен сводиться к бездействию, необходимо получать новые впечатления и знания. В конце нашей прогулки Вадим рассказал, почему все-таки стоит связать свою жизнь с уральским электрохимическим комбинатом и атомной энергетикой. Будущее за атомной энергетикой – это однозначно. Работа будет всегда творческая, интересная, разная работа будет всегда, разные профессии. Поэтому просто заинтересуйтесь, а дальше все произойдет самым собой. Его слова могут вдохновить молодое поколение, начинающее свой путь. И напомнить всем нам о том, что каждый способен внести свой вклад в развитие страны, выбрав профессию, полезную для общества. Кирилл Пантелеев, Геннадий Донгузов, Новоуральская вещательная компания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова